Так это и так есть, этого добиваться не нужно. Иран прекрасно осознает опасность игры с Москвой вопреки позиции западного сообщества. Почему? Он и так страна изгой, но совершенно же очевидно, вы передаете крылатые ракеты, я говорю от имени Ирана, передаете эти беспилотники. За что? Что вы получаете взамен? То есть соблазн здесь не только в том, чтобы наказать Иран за передачу этих военных средств, а именно на опережение, пытаясь понять, а собственно, чем Москва будет расплачиваться с Ираном. И учитывая положение Ирана, известную всю историю с его ядерной программой, такие удары происходили и происходить будут. И Иран-то как раз хочет, публично отнекиваясь от ответственности за наносимые по территории Украины удары теми же беспилотников, дронами иранскими. Но хочется отвести именно эту угрозу, чтобы его не бомбили. Но тем не менее это происходит, то есть вроде бы удар пришелся с помощью дронов, Израиль отрицает свою причастность. Вроде бы все склонятся к тому, что это какая-то операция американцев с разными прокси и, возможно, к ней имели отношения саудиты, но это не явно, это не ясно. Значит, пока еще нету твердых подтверждений, пока этот вопрос обсуждается. Ну, думаю, все равно шил в мешке не утаешь, скоро станет ясно. Как связать эти события? Опять же, вот здесь фигурируют дроны, возможно, ракетные какие-то обстрелы. Именно с темой нашего сегодняшнего обсуждения. Иран таким образом страдает за свою поспешность в отношениях с Москвой? Или здесь есть какая-то более сложная игра ближневосточная? Что бы вы сказали? Здесь более простая ближневосточная игра. Иран страдает за свое стремление уничтожить государство Израиль. Как они всегда повторяли, холокоста не было, но мы его организуем. Я уже несколько раз выступал по украинскому телевидению. Я считаю, что, не считая, я убежден, что премьер-министр Натаньяху вернулся в свое крест. С одной целью раз и навсегда покончить с ядерной угрозой Ирана. Да, сегодняшний удар, это 100% у меня информация, это израильский удар. Израиль готов ликвидировать все. Это просто разминка такая, разминка там с разведом. Но побочно это выполняет громадную позитивную задачу как союзника для Украины. Но при всем уважении к великой Украине, сражающейся за весь западный мир, основной мотив у Израиля сейчас свой личный все-таки. Ну, собственно, и безопасно. Собственно, и безопасно. И безопасно в смысле просто физической жизни 10 миллионов людей. В течение этого, 2023 год, это год окончания иранской ядерной программы. Вот сейчас как раз мы с вами беседуем, на днях я беседую с Блинкиным. Ну, получая не то, что ему не нужна, Израиля не нужна станция Соединенных Штатов, но нужно одобрение Соединенных Штатов. Хотя бы он может и сам решать свои вопросы безопасности, но предпочтительнее решить как бы с пониманием Соединенных Штатов. Вот участие, в чем вы правы, что участие Ирана на стороне России в этом конфликте, оно резко снизило традиционное давление, сдерживающее давление Америки на Израиль. Американцы же всегда сдерживали Израиль. Ну, начиная вот с этой самой сделки, с которой Натаньяху был отчаянный. Да, они против Натаньяху были, всегда играли в внутриполитической борьбе. А сейчас они, ну, готовы, не возражают против ликвидации. А кроме того, и американцы здесь решают, кроме того, ну, кроме Саудовской Аравии, которые вы упомянули, я не знаю, как эти дроны, как они летели, но самолеты, которые будут лететь, уничтожать объекты ядерно, они будут лететь через территорию Саудовской Аравии. А кроме того, у Ирана появилось два очень таких эффективных, ситуативных союзника Турция и Азербайджан. Самолет это будет садиться. Вы же видите, на какой уровень сейчас достиг конфликт между Азербайджаном и Ираном. Турция и Азербайджан, ну, по существу не скрываем, ставят вопрос о расширении лозунга Эрдогана «Один народ – две страны» на «Один народ – три страны». Восточный Азербайджан, так называемый, там из Азербайджанов два или три раза, я не помню точную цифру, больше, чем в собственном Азербайджане. Азербайджанцы Ирана, они бунтуют, там масса беспорядков. Женщины бунтуют, азербайджанцы, курды. В общем, вопрос с Азербайджаном будет решаться самым радикальным способом. Штаты разжигают ненависть к России. Штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. США не удивляет запрос Украины на поставку истребителей. Идут постоянные дискуссии новых объявлений. Нет, Белый дом вслед за Писториусом говорит о поставках авиационной техники. Конечно, все линии пройдены, красные, синие, белые, любые. Попо, Женя, будь осторожен. Перечисляя все цвета радуги, ты можешь быть обвинен в России человеком, который пропагандирует ЛГБТ. У них там всякие фестивали, которые раньше назывались радуга, теперь переименованы. То есть, в России радугу отменили. Но вопрос тут, конечно же, в другом. Линии красные и других цветов. Значит, это только одно, что на Российскую Федерацию положили, извините за прямоту, знаете, такой вот, как-то тут очень хитрый, на него, да, находится болт с резьбой. И вот это устройство найдено. Но истребители будут, от чего это будет зависеть, посмотрим. Но, естественно, все решается на земле. Раз, на фронте. Нужно подчеркнуть, что российская пропаганда, факт поставки Украине F-16, этих многоцелевых самолетов, подает, как уже решенный вопрос. И еще чуть-чуть, и да, будем уничтожать на земле российских оккупантов, в том числе с этим оружием. Но здесь мы должны, раз уже пошла такая пьянка и разговор о ситуации на земле, послушать генерал-майора в отставке, генерал-майора авиации Рудского. Для того, чтобы проводить такого рода операции, надо иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть с этой темы, тем более вне своей страны. Рудской очень интересный человек, ему 75 лет, и вот эти слова он говорит в конце, очевидно, 2022 года, о том, что, а, вторглись в другую страну, не имея соответствующих возможностей. Позиция очень четкая, антивоенная, и он перед этим, у нас в Телеграме вращалось это видео, где называл то, что происходит, и удары по гражданским объектам, ничем иным, как идиотизм. То есть, прямо называл Путина идиотом. И кто-то скажет, причем здесь Рудской и F-16, а я не просто так заговорил о судьбе этого человека. Ему сейчас сколько, 75 лет, да, он генерал-майор в отставке авиации, и, внимание, служил в Афганистане достаточно на таких уже нерядовых должностях, был и командиром полка, а потом пошел на повышение. Но вот, когда он был командиром полка, с ним произошло очень интересное событие. Значит, 6 апреля 1986 года, в 22.00, во время 360-го боевого вылета, самолет командира авиаполка, подполковника Рудского, был сбит, был сбит американской ракетой «Рэдай», зенитно-ракетным переносным комплексом. Далее получил ранение, через много лет, фактически через несколько лет восстановился. Интересная статья есть по этому поводу в Википедии, что говорит о его волевых качествах, но встречу с американским оружием он как бы не усвоил и решил повторить. Известно, что вот эта вот фраза на России сейчас популярна, можем повторить. И отправился уже в, соответственно, в 88-м году снова в Афганистан. И на этот раз был сбит ракетой. Ракетой, внимание, которая была пущена, пущена из, да, американского самолета F-16. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛІТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова